Всем привет! Наконец-то настал этот момент. Долго мы его с вами ждали. Почти год, может быть чуть меньше, либо больше. Уже сам точно не помню, запутался в дате, когда добавили античит by front, но в целом не суть. Сегодня вышел бесплатный чит для браузерной версии роблокса. Наконец-то, спустя 100 лет. Я уже за это время, я думаю, посидел и у меня все седые волосы выпали. Единственное, что он пока что вышел в бета-версии, но в целом не важно. Самое главное то, что он работает. Так, давайте перейдем к сути самого видео. Сейчас я вам покажу и расскажу, как его установить. Сложного здесь в принципе ничего нету. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Далее мы с вами переходим во вкладку Exploits. И устанавливаем чит под названием WAV. Для этого нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И ждем, пока начнется загрузка. Если вдруг загрузка долго не начинается, там слово подсвечивалось желтым цветом, вы на него нажимаете и начнется у вас установка чита. Так, ждем, пока он установится. Можно обратно вернуться. Сейчас я вам покажу. Так, значит, смотрите. Вот здесь слово желтым подсвечивается. Вы нажимаете на него и начинается установка. Это если вдруг у вас не хочет автоматически начаться она. Как-то так. Так, еще раз скачивается. Мне это не надо. Так, все, чит у нас скачался. Отлично. Дальше, что нам нужно сделать? Открываем папку. Дальше заходим в RAR архив с читом. То есть открываем его. И все, что остается сделать, вот эту вот папку с читом перекинуть на рабочий стол, перенести. То есть мы ее переносим. Ждем, пока она перекинется. У меня уже, как видите, она есть, но сейчас заново ее перекину, чтобы вы увидели. Так, заменить файл и нажму. Сейчас быстренько заменят. Так, окей, нажимаем продолжить. Почему-то не хочет перекидываться. Ну ладно, короче. Не получается, в принципе. Ничего страшного. Самое главное, что я уже перекинул чит на рабочий стол. Дальше открываем эту папку с читом. Листаем вниз. И открываем вот это вот приложение. Wav.exe. Два раза нажимаем. И ждем, пока загрузится. Как видите, чит открылся. Вот он появился. Полностью работает, полностью функционирует. И это очень круто. И работает он, еще раз повторюсь, на браузерной версии роблокса. Это просто отвал башки. Также может быть такое, что у вас чит может попросить установить блок-страп. Что это такое? Короче, это приложение. Оно находится в тулах. То есть мы заходим на сайт. Переходим в тулы. И здесь находится вот это приложение. Это если вдруг у вас чит попросит его установить. Это типа модификации всякие разные для роблокса. И тому подобное. Чтобы это скачать, тоже нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И сейчас должно начаться скачивание. Все, он у меня уже скачался. Отлично. Дальше что вам нужно сделать? Вам его нужно открыть. Кстати, как вы могли заметить, у меня чит не просил это приложение скачать. Я не знаю в чем прикол. У некоторых просит, у некоторых нет. Но, как видите, у меня не просило. Так, давайте темную тему сделаем. Так лучше видно. Ну, лично для меня. Здесь, в принципе, где галочки стоят, так и оставляем. А единственное, что нам нужно будет включить вот здесь вот галочку. И нажимаем кнопочку install. После этого у вас все установится. И, по идее, должен начать работать чит. Но это чуть позже я вам покажу. Сейчас я покажу саму суть, как он работает без этого приложения. Ну, по идее, типа, как он правильно должен работать. Так, открываем Roblox. То есть, заходим в него на сайт. Так, я немножко запинаюсь. Просто непривычно. Я уже, считайте, полгода видео не записывал. И немножко, если честно, как-то подрасслабился. Короче, покажу скрипт, как работает вот на этом режиме. В принципе, чит работает абсолютно на всех режимах. Единственное, что нужно будет только искать скрипт для этого режима. И все. Сложного в этом ничего больше нет. Так, мы пока копируем название. Пусть там игра загружается. Переходим на сайт. Возвращаемся на главную. Здесь пишем название режима. Нажимаем поиск. Дальше получаем скрипт для этого режима. Так, секундочку. Все, вот он появился. Мы его копируем. Игра уже загрузилась. Отлично. Также в настройках чита у многих уже стоит AutoExcue. Ну, то есть, execute это получается... Так, сейчас. Короче, execute это под ихним... Короче, execute они под этим подразумевают inject. Грубо говоря. То есть, вы когда заходите в игру, у вас происходит автоматический inject. То есть, вам не нужно injectиться. Все, что вам остается сделать, это написать... То есть, вставить сюда скрипт, сам чит. И нажать вот на эту кнопочку. Чтобы активировать сам скрипт. Вот, как видите, он появился. И, как видите, это работает на браузерной версии. Наконец-то. То есть, это не мобильный телефон. Это не Android. Это не iOS. Это просто компьютер. Где все супер легко, супер удобно делается и работает офигенно. Давайте мы его проверим, работает этот скрипт или нет. Включаем автоклики. И, как видите, автоклики пошли. То есть, эта функция работает. Четко. Дальше. AutoFight. Так, давайте подойдем к этому персонажу. Нажимаем и проверяем. Ждем некоторое время. Он может не сразу срабатывать. Эта функция. Либо мне просто самому поединок надо начать. Так, пока не понимаю. Должна функция начать работать. Но почему-то не работает. Так, а если мы с вами начнем поединок? Ну, почему-то не происходит. Скорее всего, функция не работает. Либо сломалась. Бывает такое. А дальше автореберс. Скорее всего, у меня на него не хватит. Так, не сюда нажал. Да, у меня на него не хватает. Ладно. Get Ultra Dominus 100k. Давайте нажмем. Тоже не работает. Ну, ладно. Короче. Суть, я думаю, вы поняли. Сам факт того, что наконец-то появился чит бесплатный. С помощью которого можно играть на браузерной версии Роблокса. Теперь перейдем к тому моменту, если вдруг у вас просят скачать блокстрап. Значит, вы делаете вот здесь вот галочки, как у меня. Дальше нажимаете кнопочку Install. Ждем, пока получается установится. И сейчас, как установится, мы с вами продолжим. Так, все, буквально спустя минуту вроде как он у меня установился. Но почему-то сам по себе не открылся, хотя должен был. Так, давайте попробуем его запустить. Сейчас посмотрим, запустится он у меня вообще или нет. Потому что у меня до этого его ни разу не было. И я особо не знаю, как он работает. Но по идее, да. Короче, смотрите, он работает как обычный Роблокс. То есть, разницы здесь никакой нет. А также заходим опять в этот же режим. Сейчас на этом же режиме я вам покажу. То, что все работает, все функционирует. Слушайте, мне кажется, как будто качество лучше стало. То есть, на обычном лаунчере от Роблокса такое ощущение, как будто качество даже хуже, чем здесь. Интересно. Даже не знал такое. То, что качество Роблокса можно более лучше сделать с помощью вот такого мода. Удивительно. Ладно. Дальше. Опять нажимаем на вот эту кнопочку. Активируем скрипт. Вот он появляется. Как видите, все работает опять. А дальше проверяем функции. Включаем автоклик. Тоже работает. Отлично. Автофайт включаем. Посмотрим, здесь он работает или нет. Через этот мод. Ну, скорее всего, наверное, не работает, да? Печально. Хотя, по идее, должно работать. Странно. На реверс у меня также не хватает. Потому что там нужно 25 побед. Это у меня только 14. А getUltraDominus тоже не работает. Ну, ладно, в принципе. Самое главное то, что автоклики работают. А эти функции просто, скорее всего, либо сломались, либо устарели. Скажем так. Вот. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok